В тот момент, когда вы чувствуете зависть, остановитесь, послушайте себя и задайте вопрос «А что я хочу такого, что имеет этот человек?» Весь фокус в том, что этот человек обладает символом какой-то потребности. Ну, книга — это, возможно, символ потребности в признании. Бентли — это символ потребности в признании, либо безопасности. Потому что, ну, как только вы появляетесь на большой красивой машине и дорогой на дорогах, вам уступают дорогу. Никто не собирается вас подрезать. Всегда в этом предмете, по поводу которого вы завидуете, содержится намек на потребность, которая есть у вас. Но способ удовлетворения этой потребности для вас может быть абсолютно иным. Ну, например, для того, чтобы получить потребность в признании, вам не обязательно писать книгу. Но вы чувствуете, что у вас есть некий дар харизмы, дар возможности доносить информацию, в которой вы эксперт, до других людей в личном контакте. И, возможно, этот путь признания для вас является гораздо более коротким. Я встречал очень многих людей, которые купили очень много вещей в своей жизни, которые им не нужны, и обнаружили простую радость в том, что они кого-то в этой жизни сделали счастливым. Та же потребность в признании удовлетворяется принципиально другим образом. Если в какой-то момент вы заметили, что вам просто нравится помогать другим людям, вы удовлетворяете свою потребность в признании быстрее, эффективнее, а самое главное здоровее, чем если вы меряетесь со своим коллегой, партнером, дорогими машинами, часами, украшениями и так далее, и так далее. Итак, мой вам совет. В тот момент, когда вы чувствуете зависть, остановитесь. Это, кстати, вообще остановка в том чувстве, которое вы сейчас испытываете, является ключевым. Потому что если вы все время бежите по линии жизни и не замечаете ваших потребностей, минимум, для того, чтобы их заметить и начать с ними обращаться к каким-то более экологичным образом, вам нужно остановиться. Почувствовали зависть? Остановитесь. Я сейчас смотрю на этого человека, а что я хочу? Какая моя потребность внутри меня подталкивает к этому? Попробуйте задать себе вопрос. Возможно, с первого раза вы на него не ответите, но в какой-то момент вы сможете ответить на этот вопрос. Я хочу так же, чтобы меня любили, как его. Или я хочу так же, чтобы меня признавали, гордились и хвастались мною, как его. Задайте себе вопрос, какой для вас путь был бы наиболее эффективным и коротким? Потому что иногда, например, можно просто спросить у важных для себя людей, а вы гордитесь мною? А ты любишь меня? И этот путь может быть гораздо короче, чем потратить пол жизни на то, чтобы сделал этот человек. Например, если вы посмотрите у другого человека, что единственный способ получить признание своей мамы, это написать кандидатскую диссертацию, потом докторскую, стать профессором, возглавить факультет. После этого войти в член корм Академии наук, стать членом Академии наук, войти в экспертный совет ВАГ, а мама вас так и не признала, потому что она ничего не понимает в ядерной физике. А даже если она признает вас, это не принесет вам облегчения. И хорошо, если вы заметите это в 40 лет, а если в 70, то уже поздно будет что-то менять. Поэтому зависть очень важное чувство, которое позволяет нам остановиться и заметить, чего я хочу. А какой способ обратиться с этой потребностью был бы для меня наиболее из сердца, что ли? Дайте себе возможность сделать паузу, остановитесь. Чаще всего вы не сможете обмануть себя. Если в какой-то момент вы находитесь на первом или втором этапе обращения с завистью, так тому и быть. То есть, например, если вы все время игнорировали зависть, а сейчас понимаете, что начинаете замечать некое чувство, которое есть к вашему соседу, и вам хочется посплетничать со своей женой или мужем относительно того, что этот сосед не имеет права на то, чем он обладает, и вам от этого становится легче. Не пытайтесь себя переубедить в обратном. Дайте возможность себе немножко так и пожить. Дайте возможность себе обесценить то, что есть у него. Но не останавливайтесь на этом, потому что дальше вы начнете осознавать свою зависть и начнете осознавать свои желания. И вот тут жизнь только начинается. Будьте внимательны к зависти. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Шерьте, ставьте лайк и самое главное, задавайте вопросы, они нас очень поддерживают. С вами был я, Игорь Погодин. До встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин